Кыргызстан намерен перейти на зеленые закупки. Это значит, что покупая тот или иной товар, государство будет в первую очередь обращать внимание не на его стоимость, а на экологическую безопасность. К сожалению, когда мы закупку делаем, у нас не учитывается именно зашита зеленой экономикой. Что это означает? Это означает, что мы, когда закупку делаем, мы еще должны думать об окружающей среде. Поэтому весь мир идет в этом направлении, и мы не исключение. Ценовая политика – это не главное должно быть, это принцип идет во всем мире. То есть мы должны упор делать именно на экологической чистой продукции. Сейчас правительство Кыргызстана составляет список товаров, с которых можно начать внедрение зеленых закупок. В Камине отмечают, что это должны быть те изделия, которые экологически безопасны в использовании, не вредят природе и помогают сократить расходы государственных средств. В первую очередь речь идет об установке энергосберегающих ламп, целесообразно отказаться и от использования бумаги. Если посмотреть масштабы государства, то на офисную бумагу мы тратим 80 миллионов сумок. То есть с переходом на цифровые технологии, на электронный документ оборот, можно было бы снизить вот такие расходы. И потихоньку программа действительно ведется по переходу на электронный документ оборот, то есть в направлении снижения. Мы говорим, что для использования бумаги наносится определенный вред экологии и после тоже. Что касается государственных закупок в целом, то правительство провело большую реформу в этой сфере, увеличив количество товаров, которые государство приобретает у отечественных производителей с 25% до 48%. Об этом сообщил на заседании Джокурку Кенеша премьер-министр Мухаммед Калы Абылгазиев. В прошлом году при утверждении бюджета на 2019 год шла речь о том, что 75% товарных позиций, приобретаемых в рамках государственных закупок, являются импортными. Тогда мы сообщили о своих планах по реформированию системы государственных закупок. Все это время мы ввели активную работу в этом направлении и уже есть позитивные результаты. Из проведенных конкурсов на общую сумму в 66 миллиардов сомов половина товаров и услуг, а точнее 48,3%, были приобретены у наших бизнесменов. Так, большая часть продуктов питания, а именно 86,6%, приобретена на территории республики. Кроме того, строительные материалы местного производства также оказались востребованы в этом году. Их доля в общем объеме приобретенных строительных материалов составила 82,5%. Наша главная цель – поддержка отечественных производителей, я считаю, достигается. Кыргызстанцы почувствовали на себе положительные результаты реформирования сферы государственных закупок. Раньше государство приобретало водительские права у зарубежных производителей. Стоили они дорого. Удостоверение международного образца – 557 сомов, а внутреннего пользования – 925 сомов. Сейчас эти документы производятся на территории страны. Их стоимость снизилась в разы. Международные права обходятся водителям в 55 сомов, а обычные – в 100. Для удобства отечественных предпринимателей была запущена электронная торговая площадка «Портал государственных закупок», где есть электронный каталог. На сегодня в этом списке 273 отечественных предприятия, которые могут получать заявки на приобретение товара и услуг. Екатерина Токамбаева, Нурдан Карыбеков, «Пирамида».